В эфире программа «День». Умы израильских историков, археологов и кладоискателей продолжает занимать судьба бесценного груза, который был обнаружен на этой неделе у берегов Кейсарии. Напомню, что после того, как сильный шторм смыл верхний слой ила, там был найден драгоценный клад тысячи золотых монет периода фатимидов. Это 9-10 века нашей эры. По словам специалистов, это уникальный случай, поскольку в таком количестве золота в Израиле еще не находили. На встречу с охотниками за сокровищами, несмотря на тяжелейшие погодные условия, отправился наш корреспондент Борис Штерн. Через несколько минут эти дайверы станут национальными героями. Это они нашли самый большой в истории израильской археологии клад золотых монет. Цвика Фойер, Коби Твина, Авивид Фишлер, Юав Лави и Йоэль Миллер сказали, что им показалось, что нашли детские жетоны. Динары, полудинары и четверть динары оказались самыми настоящими монетами империи фатимидов. Коби Шарвид удивлен не меньше других. Конечно, монеты уже находили, но чтобы сразу и столько, это больше, чем просто сенсация. Как ни удивительно, помогла непогода. Последняя буря практически смела слой песка с морского дна, и как результат мы нашли эти золотые монеты. В данный момент на нашем участке, там же, где мы нашли клад, есть все признаки того, что монеты находились в большом корабле и были частью большого груза. Монеты находились на глубине 12 метров. Дайверы сразу сообщили о находке в управление древностей и начались большие поиски. Монеты в идеальном состоянии, не требующие консервации или реставрации. Идеальный вариант для исследований. С точки зрения современной науки, монеты это уже не просто монеты и не просто золото. Это настоящие книги. По ним можно читать и изучать нашу историю. Часть клада уже находится в управлении древности. Эта комната – главное хранилище монет в Израиле. В маленьких ящичках по периметру сокровища. На столе – золото, о котором и мечтать было просто невозможно. По радиусу. На самом крае монеты, вот здесь, написано, когда монета была отчеканена. И в каком месте. У нас здесь настоящий документ. Настоящий исторический документ. Доктор Коль, главный израильский эксперт-нумизмат, читает в буквальном смысле. На монетах пробиты не только даты, но и места, где они выпускались. Маленькие четверть динары были сделаны на Сицилии. Она была частью империи. В Палермо к золоту относились хорошо. Чеканка – второй половины девятого века. Монета как новая. Это было высокоразвитое, прогрессивное, даже утонченное государство. Целая цивилизация, богатая империя. Там люди даже зарплаты получали. Например, сегодня нам кажется, что это были какие-то примитивные страны. Египет для нас – это вообще что-то странное. Но в то время это был центр мира. В казне фатимидов в Каире хоронилось 12 миллионов золотых динаров. Шиитские правители этой империи славились на весь мир роскошными дворцами и экономической моделью, построенной на Дании. Земля Израиля была провинцией фатимидов, довольно развитой и интегрированной в общую систему государства. Вот, правда, пока нет ответа на вопрос, чьи же это деньги. Только большое исследование покажет, что это был за корабль. Торговый или корабль военного флота. Пока это неизвестно. Но факт, что в Средиземном море есть настоящее сокровище. По одной из версий, монеты находились на судне, которое везло дань в Каир. По другой – это из Каира привезли деньги, чтобы заплатить зарплату местному гарнизону. В ближайшее время, когда закончится очередная буря и шторм, у археологов появится шанс нырнуть еще раз и найти все, что осталось на дне Кейсарской акватории. Возможно, нас ждут новые сенсации. Борис Штерн, Вячеслав Книжин, Камила Огронов, Игорь Майвермахер. Информационная программа «День 9 канал».